И снова здравствуйте! Сегодня мы с вами будем закрывать на зиму зеленую стрючковую фасоль в томате по одному из хавказских рецептов. А для этого нам потребуется зеленая стрючковая фасоль. Это может быть хоть французская фасоль, хоть туршевая. В данный момент у меня лобио, помидоры любые мясистые, я предпочитаю для этого рецепта сливки, кинза, острый перец, лук, чеснок, 9% уксус, соль и хмели-сунели. Также немножко масла для жарки. Количество ингредиентов, которые вы видите на экране, написано из расчета на 1 кг фасоли. Дальше уже ориентируйтесь сами. Итак, приступим к приготовлению. Подготовим помидоры, из которых мы будем делать томаты. Я просто-напросто вот таким образом отрезаю у них часть, где крепилась плодоножка. Не вырезаю прям сердцевинку, просто вот таким образом. Если попадаются какие-то там черные пятна, тоже их просто вырезаем. Таким образом подготавливаем все помидоры. Далее будем подготавливать фасоль. Фасоль мы изначально вымыли, высушили. Теперь нам нужно отрезать у нее с обоих сторон концы. Ну и чтобы она не была такая длинная, что проще было поместить в банку и разрезать пополам. Так тоже мы будем поступать полностью со всей фасоли. Далее я порежу зелень кинзы. И у меня уже закипает вода, в которой нам нужно будет слегка отварить фасоль. Ну, буквально 3-5 минут. Не надо больше, потому что она еще будет в томате кипеть. Просто измельчаем зелень и убираем в заранее подготовленную посуду. Теперь нарежем полукольцами лук. Если лук большой, как вот в данный момент у меня, его даже можно сделать четверть кольцами. Если лук поменьше, полукольца будут в самый раз. Лук все-таки довольно-таки крупный, и я сделаю из него четверть кольца. Тем временем у нас закипела вода, и мы отправляем вариться фасоль буквально 3-5 минут. Лук порезан, фасоль варится, и мы порежем перец. Острый перец я его разрежу просто пополам. Удалять семена не буду, чтобы он оставался острый. И нарежу его тоненькими-тоненькими полуколечками такими. Далее мелкую часть перца, которая ближе к носику, скажем так, я оставлю так, как есть. А та, которая была сзади, часть перца, у плана ножки, я ее так, ну буквально пару раз еще разделю. И вот так разделываем, разрезаем весь перец. Перец разделаем, фасоль кипит, и остается нашинковать чеснок. Давим и шинкуем. Даже особо прям мелко не стараемся, как получается. И таким образом мы шинкуем весь чеснок. С чесноком мы тоже разделались, убираем его. И теперь нам осталось только измельчить в блендере помидоры. Пока мы все измельчали, отварилась фасоль, мы просто откинули ее на дуршлаг. Берем блендер, комбайн, мясорубку, то что. И будем делать томат из помидор. Чем мне в данной ситуации нравятся именно сливки. Они очень мясистые, и томат получается густой. Насколько я знаю, томат и готовится в основном из сливок. Если вам не нравится присутствие кожуры от помидор в томате, то помидоры надо сперва бланшировать. Для этого их нужно взять даже вот так же срезанными, положить в кипяток минуты на 3, а потом в ледяную воду. Тоже минуты 3-5. После этого шкурка помидоров кожицы, это легко очень снимется. Я этого делать не буду, потому что мне она абсолютно не мешает. Все, делаем томат. Наше томатное пюре, в принципе, полностью готово. Ставим томатное пюре на огонь. И так же на огонь ставим небольшую сковородку. Будем пассеровать лук. Наливаем грамм 30 масла растительного. И ждем, пока масло нагреется. Томат ждем, как закипит. И как только закипит, мы выкладываем туда фасоль. И томим на маленьком-маленьком огне. Томат начинает закипать. И масло уже разогрелось. Выкладываем лук на сковороду. Все, томат закипел. Выкладываем фасоль. Хорошенько размешаем. И будем на медленном-медленном огне кипятить в районе 15 минут. Накроем какой-нибудь крышкой. Я не нашел крышку за кастрюлю. Ну, крышкой накрыли, и ладно. Теперь нам надо обжарить лук. Пассеровать. После того, как мы пассеруем его, прямо вместе с маслом выкладываем туда же след за фасолью. Ну, в принципе, томат уже нормально закипел. Добавляем чеснок. Высыпаем острый перец. Соль. И приправу. Хорошенько размешиваем. Нам надо, чтобы это месело кипело на маленьком огне под крышкой 15 минут. В этот момент сварим, что у нас с лучком. Он уже кое-где даже немножко подгорел. Но это не страшно, в принципе. Все, добавляем лучок. Хорошенечко опять помешиваем. И продолжаем кипятить нашу закуску. Прошло 10 минут. Зелень. И вливаем уксус. Хорошенечко перемешиваем. И кипятим еще 3-5 минут. Ну, вот и все. Все нужное нам время прошло. Выключаем. Раскладываем по подготовленным банкам. После чего надо будет простерилизовать обязательно. Далее нам надо простерилизовать нашу закуску. Для этого мы на дно кастрюли уложили полотенце. И наливаем воду. Вода закипела. Пошла стерилизация. И нам надо простерилизовать банки. Ну, ориентировочно 15-20 минут. Чуть-чуть увеличим огонь, чтобы чуть-чуть увеличить кипение. Сильно тоже этого делать не будем. Стерилизуем. Примерно 15-20 минут. Ну, это все. Стерилизовать банки мы закончили. Выключаем. Теперь нам надо затянуть немножко крышку на банке. Вытащить банку. И докрутить. Докрутить. Все. Ну, и само собой перевернуть поверх ногами. После чего нам надо укрыть и дать остыть. Ну, вот и все. Наша закуска абсолютно готова. В принципе, она уже готова будет к употреблению даже после того, как остынет. Но лучше всего выждать несколько дней. Ну, примерно неделю. Чтобы все пропиталось специями. Все подружилось между собой. Это будет вообще обалденно вкусно. Есть ее можно как в таком виде. Так и использовать, к примеру, при тушении мяса. Или в яичнице. Ну, это все, дорогие друзья. На этом мой канал Максик Кухня прощается с вами. Подписывайтесь на меня в YouTube. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok